всем привет с вами sargas сегодня я хочу привести небольшой житейский пример как магия может проявляться в вашей жизни и как стоит или не стоит воспринимать какие-то знаки вселенной знаки судьбы но я не очень люблю такие возвышенные термины ну скорее просто знаки свыше неважно кто их вам посылает там ангел-хранитель или эгрегор в котором вы состоите поясню как это работает простейший вот я специально выбрал такой именно бытовой приземленный пример с которым может столкнуться абсолютно каждый потому что ситуация банальная до тупости был какой-то праздник и я отправился приобрести своему монтажеру монитор я созвонился с продавцом там какой-то магазин где-то на окраине узнал что у них оплата только наличными думаю ну ладно уже сел было в машину одна вышел из машины закрыл отправился в банкомат благо он у меня буквально в моем доме на первом этаже подхожу к банкомату банкомат не работает ну ладно всякое бывает не работает и не работает отправился в следующий банкомат и чтобы вы думали отхожу я от банкомата 5 метров и вот около моего дома стоит стая кабанов и преграждает мне путь к следующему банкомату я если найду видео или фото вставлю я вообще никогда в жизни кабанов не видел тем более в черте города тем более вот так вот типа здравствуйте мистер кабан ну я там кое-как обошел этих кабанов ну кто не знает если дикое животное прогуливается это не повод к нему лезть и близко подходить а если дикое животное с детенышем там были поросята точно лучше обходить его десятой дорогой так как это может спровоцировать агрессию честно говоря я кабан не кажется мне сколько-нибудь агрессивным он смешной хрюкает из желуди но куча рассказов о том как кабаны убивают людей что это свирепое животное ну поверю на слово я не из тех людей кто решил кто будет проверять подобные заявления хорошо я обошел кабанов и шлепал из кабанов по грязи к следующему банкомату а он не работает опять же вот всегда работает а сегодня не работает и я смотрю по карте где еще работающий банкомат они где то есть мне буквально нужно ехать там на другой конец города но на другой конец района чтобы просто добраться до нужного мне места я походил походил подумал ну отправился домой пока дошел до дома смотрю уже как бы и поздно и магазин закрывается связался с продавцом говорю извините давайте перенесем и вот только я положил трубку и мне высвечивается реклама фотоаппаратов я вспоминаю что у оператора давно уже хорошая дорогая камера но при этом нет нормальной флешкарты и нет хорошего объектива я посмотрел объективы и о чудо я нашел за относительно небольшие деньги отличный оригинальный объектив и отличную оригинальную флешкарту которые но там достаточно редкая модель их в принципе фиг найдешь а если найдешь что они стоят как фотоаппарат на этот раз было чуть дешевле я сразу их приобрел причем с доставкой к дому в почтомат и на следующий же день он был у меня и не надо снимать деньги и не оператор а был рад значительно больше просто потому что он нужен еще для другой дополнительной работы а вот такие простые казалось бы житейские вещи то есть ну любой человек бы от этого просто отмахнулся то есть какая-то ерунда но когда одно препятствие следует за другим это уже какая-то тенденция и к этому уже следует прислушиваться я сам честно говоря небольшой любитель идти на поводу у судьбы скажем так то есть если я что-то решил я буду пробивать лбом закрытые двери но вот в таких ситуациях когда есть такая ситуация выбором когда еще может быть не все до конца решено даже я стараюсь к подобному прислушиваться надеюсь что я вам помог если вы хотите использовать магию по полной то вступайте в мою школу практической светлой магии можете начать с обучающего курса длиной в месяц все ссылки будут в описании благодарю за внимание с вами был sargas до встречи в следующей серии